Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем с вами функционирование ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. В конце с небольшой интеграцией фармакологических препаратов, которые действуют на разные звенья этой цепочки, поэтому обязательно досмотрите данный материал. Ну и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, это очень поможет в продвижении данного видео. Итак, главная задача ренин-ангиотензин-альдостероновой системы обеспечить поддержание определенного уровня артериального давления путем регуляции тонуса сосудов, а также контролируя объем циркулирующей крови, как минимум для того, чтобы обеспечить достаточный уровень гидростатического давления в капиллярном клубочке и уровень перфузии почки в целом. Аппарат, участвующий в непосредственной работе данной системы, называется юкстагломерулярным аппаратом почки, располагается в месте прилегания дистального звитого каналица к приносящей артериоле. Он состоит из мезангиальных клеток, юкстагломерулярных клеток, которые являются модифицированными гладкими миозитами афферентной артериоле, и клеток плотного пятна, своеобразных осматических сенсоров в дистальном звитом каналице. Как же они работают? Итак, стимулами к активации ренин-ангиотензин-адлистероновой системы и выделению первого компонента ренина являются снижение артериального давления, что фиксируется почечными барорецепторами, снижение количества хлорида натрия, доставляемого к плотному пятну в дистальный издойко-аналец, а также прямая активация юкстагломерулярных клеток через бета-1-адренорецепторы в результате работы симпатической нервной системы. Ренин выделяется юкстагломерулярными клетками и способствует превращению ангиотензиногена в ангиотензин-1 путем частичного протеолиза. Ангиотензиноген синтезируется в печени на базальном уровне и всегда имеется в свободной циркуляции. Ангиотензин-1 путем опять-таки частичного протеолиза превращается далее в ангиотензин-2. При помощи чего? При помощи известного фермента ангиотензин-превращающего. Самая большая активность его наблюдается в легких, где он секретируется сосудистыми эндотелиальными клетками. Далее ангиотензин-2 уже выполняет свои функции. Стимулирует ангиотензиновые рецепторы и вызывает спазм сосудов в системной циркуляции. Повышается артериальное давление. Вызывает констрикцию афферентной выносящей артериолы. Тем самым повышается гидростатическое давление в капиллярном клубочке, что увеличивает фильтрацию и, собственно, фракцию фильтрации. Но при этом чуть снижается поток крови через почку, что называется renal blood flow, так как перекрывается проток по системе выносящей артериолы из-за ее спазма. Подробнее можете посмотреть в тематическом видео, которое можете найти на нашем канале. Ангиотензин-2 усиливает встраивание натрий-плюс водород-плюс переносчиков, натрий-водородных помп в проксимальных и святых канальцах, что обеспечивает реабсорбцию натрия-бикарбонатов и воды по такому замысловатому механизму через фермент карбонгидраза. Этот механизм мы разбирали в видео сравнение синдрома и анемии Фанкони. Обязательно сделайте ревью. Кстати, это одна из причин развития алкалоза при снижении объема циркулирующей крови и снижении перфузии почки. Алкалоз называется в таком случае контракционным, так как развивается на фоне контракции объема циркулирующей крови и гиперактивации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Также ангиотензин-2 стимулирует выделение альдостерона клубочковой зоной коры надпочечников, и альдостерон уже в свою очередь реализует свои эффекты через альфа-вставочные и главные клетки канальцев нефрона в собирательных трубочках. Обеспечивается реабсорбция натрия и выделение калия и водорода соответствующими клетками, которые вы можете увидеть на экране. Наконец, ангиотензин-2 имеет двойственное влияние на гипоталамогипофизарную систему. Индуцируется чувство жажды в гипоталамусе. Помним про задачу поднять ОЦК. И да, такой способ тоже используется. А также стимулируется выделение антидиуретического гормона через задний отдел гипофиза, нейрогипофиз. Антидиуретический гормон, он же вазопрессин, в свою очередь действует на главные клетки собирательных трубочек нефрона, обеспечивает встраивание аквапариновых белков и, следовательно, реабсорбцию воды. Как видите, так или иначе, работа РААС направлена на сохранение ОЦК, поддержание артериального давления и адекватной перфузии почек. Еще одной особенностью РААС, в частности, ангиотензин пророщающего фермента, является то, что он участвует в разрушении брадикинина и других веществ, например, субстанции П, амилоидного бета-протеина и многих-многих других. Но на них заостряться не будем. Давайте же проведем несколько клинических интеграций с РААС, а именно препараты, которые действуют на различные звенья этой цепочки. Первое. Прямые ингибиторы РААС, блокаторы ангиотензин пророщающего фермента, энолаприл, каптаприл, блокаторы рецепторов к ангиотензину, они же сартаны. И все эти препараты используются для лечения артериальной гипертензии, как вы, наверное, можете догадаться. Но у них есть еще множество дополнительных эффектов, побочных эффектов и много клинических интеграций. Возможно, в следующих видео мы их тоже разберем. Напишите в комментариях, если бы вам это было интересно. И тут нужно обратить внимание на то, что сартаны отличаются от ингибиторов ангиотензин пророщающего фермента тем, что не нарушают распада брадикинина. В ситуациях, когда человек с рождения склонен к геоневротическим отекам, например, из-за дефекта С1 ингибиторного протеина, применение ингибиторов ангиотензин пророщающего фермента может стать триггером к его развитию. Ну и сухой кашель, как побочный эффект и АПФ, объясняется тем же самым нарушением распада брадикинина и его накоплением. Ну а на этом все. Спасибо большое за внимание. Обязательно делитесь данным материалом с друзьями. А для записи на наши курсы оставляйте заявку по ссылкам в описании к этому видео. Всего хорошего. До свидания.